Привет всем! В этом видео крайне важная тема для тех, кто хочет избавиться от своих кредитных и других долгов. Последствия банкротства физического лица. Досмотрите видео до конца, потому что в нем я расскажу о текущих последствиях, то есть тех последствиях, которые во время самой процедуры банкротства, и последствиях, которые наступают уже после самой процедуры. Также я затрону главные мифы банкротства, которым совершенно не стоит верить, и основные риски процедуры банкротства. Итак, смотрим. Итак, друзья, давайте для ясности все последствия разделим на те, которые во время самой процедуры банкротства, назовем их ограничения, и те последствия, которые наступят уже после процедуры банкротства. Начнем с тех, которые наступят после банкротства. Это последствия в силу закона. Именно эти последствия прописаны в федеральном законе номер 127. И давайте я их перечислю. Первое последствие. После признания вас банкротом в течение следующих 5 лет, вы при попытке получить кредит, обязаны уведомить об этом вашего будущего кредитора. Как это выглядит на практике? Ну вот приходите вы в банк за следующим кредитом, имея уже статус банкрота, и при получении кредита вы обязаны по закону уведомить об этом банк. Последствия номер 2. В течение 5 лет после признания вас банкротом, второй раз оформить банкротство вам не получится. Нужно будет ждать 5 лет. Последствия номер 3. 3 года после признания вас банкротом, вы не сможете выступать в качестве директора и учредителя коммерческих организаций. То есть вы не сможете быть директором ООО и учредителем. Последствия номер 4. В течение 5 лет после получения статуса банкрота, вы не сможете занимать руководящие должности в таких организациях, как банки, пенсионный фонд, прочие финансовые организации, а также страховые компании. Я перечислил основные последствия в силу закона, который наступает после получения вами статуса банкрота. Что про них можно сказать? На самом деле из них практически нет существенных последствий для простых людей, которым нечем платить кредиты сегодня. Какое простым людям дело до возможности быть учредителем или директором, или, например, занимать руководящие должности? Да по большому счету никакого. Идем дальше. Теперь поговорим о текущих ограничениях. То есть это те ограничения, которые у вас будут в самой процедуре банкротства. Начиная с момента запуска банкротства и заканчивая получением статуса банкрота. Я вас здесь попрошу быть внимательными, потому что вам не все юристы рассказывают именно об этих текущих ограничениях. Многое умалчивается на начале этапа. То есть на моменте заключения договора крайне редко юристы почему-то об этом рассказывают. Поэтому для многих людей, которые заключают договоры на оформление процедуры банкротства, многие из этих нюансов оказываются сюрпризом уже в процессе процедуры. Итак, в текущих ограничениях есть два важных нюанса. И оба они связаны с вашими деньгами. Первое. Вы не можете пользоваться на момент процедуры вашими банковскими счетами и картами. Почему? Потому что на момент процедуры банкротства ими управляет арбитражный управляющий. Таковы законные правила. Да, прожиточный минимум арбитражный управляющий в моменте процедуры в любом случае вам должен выдать. Ну а все, что сверх этой суммы прожиточного минимума, арбитражный управляющий должен направить в счет погашения ваших долгов. Пока длится процедура, повторю. Конечно, в такой ситуации есть некоторые варианты. Мы клиентам рассказываем у них на бесплатной консультации при встрече. Следующее. Вы не можете продавать и покупать имущество, пока длится процедура банкротства. В целом, сделки по купле-продаже, конечно, возможны. Но все они возможны лишь в согласии арбитражного управляющего. Кстати, если для вас понятие арбитражный управляющий что-то новое, то я уже об этом записывал отдельное видео, ссылка сейчас появится на экране. Кому интересно, ознакомьтесь. Теперь давайте коснемся про последствия банкротства для ваших родственников. Почти все риски сводятся здесь к супругам, так как все имущество, приобретенное совместно в браке, считается совместно нажитым имуществом по закону. Поэтому, если один из супругов оформляет процедуру банкротства, и у них есть общее имущество, которое, допустим, оформлено на другого супруга, то половина этого имущества, второго супруга, тоже может пойти в счет погашения задолженности. Давайте здесь поясню на примере, чтобы было проще понять. Смотрите, например, у супруги образовался долг в размере 500 тысяч рублей, а у мужа есть автомобиль стоимостью 1 миллион рублей. И этот автомобиль приобретался в браке, то есть считается совместно нажитым имуществом. Так вот, этот автомобиль может быть реализован и 50% от его стоимости суд может направить на удовлетворение требований кредиторов. То есть те 50%, которые принадлежат супруге. Ну а остаток могут вернуть мужу. Это лишь только одна ситуация, которая может быть совместно нажитым имуществом. Вообще их там, ну конечно, может быть гораздо больше. Скажу сразу, варианты защиты есть. Ну они, естественно, прорабатываются индивидуально, готовится правовой анализ по конкретной вашей ситуации и уже даются какие-то непосредственные рекомендации перед запуском процедуры банкротства. Также здесь необходимо сделать оговорку, что если у супругов есть брачный контракт или, например, муж и жена развелись до запуска банкротства, то тогда это правило не действует.